Всем привет, дамы и господа, любители Вархаммера и давно Фарсов Шторма. С вами Лер, и я хочу предоставить вашему вниманию такой мод, который называется Ренегат Год. Он добавляет в игру новую фракцию, то есть предателей, ренегатов, или хауситов, новых хауситов, которые были созданы из Имперской Гвардии. Имперской Гвардии, которая перешла на сторону Хаоса. Давайте посмотрим их модельки. Посмотрим их модельки, а потом уже поиграем за эту расу. Ну, в принципе, вот так вот выглядят их модельки. Хочу заметить, что именно в этом моде, а не в каких-то других, можно рассматривать еще и здания. В других модах, ну не во всех модах, можно рассматривать здания у рас. Например, в астральянцах и притальянцах здания не показывались, показывались только юниты. А вот в этом моде, у ренегатов, здания рассматривать можно. Хочу заметить, что все эти здания очень похожи на Имперскую Гвардию, ведь именно с них эта раса была и сделана. Эта раса была сделана из Хаоса и из Имперских Гвардейцев. Как вы можете видеть, это обычный барак Имперской Гвардии, но доработанный с помощью разных текстурок от Хаоситов, разных декораций. Ну, в принципе, все здания и все юниты такими и будут. Что-то взято от Имперской Гвардии, что-то добавлено от Хаоса. В основном так. Называется это пехотный штаб. Еще хочу заметить, что у этой расы очень много расцветок. Вот сами видите. И большинство из этих расцветок встречается в других модах. Например, Блуд Пакт. Наверняка вы такую часто встречали в других модах. Еще что, например. Зоикон Мелития. Тоже наверняка где-то встречалась. Трейтор. Этого я нигде не встречал. Девятые предатели. Девятая рота предателей. Субаритик Хост. Это что-то новое. Такого я нигде не встречал. Очень много расцветок разных. Наверняка создатели этого мода добавили что-то новое. Впихнули какие-то флаги новенькие или даже эмплемы. Сейчас посмотрим. Постараемся найти что-то новое. Карнибалес. Что это такое? Это что-то, видимо, связанное с Железными Войнами. Просто расцветкой очень похоже. Блуд. Пакт. Блуд Сейкен. Очень странные флаги. Не знаю, как те флаги. Похожи на Вархаммер. Анархан Розербекс. Анархан Розербекс. Мауфи Лайт Инфантрии. Это какой-то эльф в шапочке. Тут на флаге вообще кто-то плачет. Что еще интересного можно найти? Клан Кэммибал Вассорни Джаниса. Тут кто-то с копьем стоит, молится. Но мне кажется, создатели этого мода вообще все оранжевое. Ну, все оранжевое как-то не очень смотрится, честно говоря. Добавили много чего своего. Ну, из эмблем и флагов. Фрейтер Вулгарит. О. Красиво. Смотрится красиво, но... Для хаоситов, клинегатов так себе, честно говоря. Хелион Даун. Вот к эльдарам бы это подошло. К темным эльдарам это бы подошло. А к клинегатам... Вряд ли. Это вообще демон. Японский. И этот флаг, не знаю, как он вписывается в ряды хаоситов. Не... Ну, вот тоже. Дьявол. Это откровенно дьявол. Люцифер. Я, кстати, такую картинку видел в интернете. Они просто содрали картинку из этого... Из интернета и вставили ее сюда. Ну, ладно. Хватит придираться. Хватит рассматривать разные флаги и прочее. Давайте лучше рассматривать разных юнитов, которые еще здесь присутствуют. Вот это у нас просто пехотный штаб. Это у нас просто казарма такая. Что идет дальше? Тактический штаб. Тактический штаб у нас ничем не отличается от... Имперской гвардии. Примерно точно такой же. Выглядит он точно так же. Так, что у нас дальше? Наблюдательный пост. Тоже ничем не отличается от Имперской гвардии. Просто текстурки более обшарпанные. Ну, здесь вот у нас флаг торчит, вы это уже поняли. Просто более обшарпанные текстурки. Штаб механизированных войск. Так, он чем-то отличается. Ну, только лишь печать хаоса здесь. А так, все то же самое. Опять же, только более обшарпанные текстуры. Херетик. Вот, у нас уже пошли юниты. Это, я так понимаю, рабочий. Рабочий, который будет строить нам здание. Он у нас выглядит, как рабочий сестер сражения. Только у него текстуры лица изменены. У него тут не лицо. Ну, то есть, не маска, которая прикрывала ему лицо. У него просто открытая кожа. Так, опять же. Что у него еще добавлено? Головы, черепа и опять же печать хаоса. И еще здесь какая-то надпись. Я не помню, у сестер битвы здесь присутствовала надпись. У того рабочего. Вроде бы нет. А если изменить, изменится ли что-то на нем? Нет, вроде бы ничего не меняется. Он остается таким же. Он остается таким же. Так, следующий. Мелития Мэн. Вот, юниты. Это основные юниты. Вооруженные плазменные винтовки. Я не думаю, что когда они появляются, они сразу же вооружены плазменными винтовками. Я так понимаю, эти плазменные винтовки можно просто им добавить. То есть, улучшить их. Вооружить плазменными винтовками, гранатометами и огнеметами. Я так понимаю, можно. Либо вооруженной, либо снарядить ими. В том же месте, где ты им покупаешь сержанта, этому отряду. Давайте посмотрим. Дефекты чем-докс. Псы. Как они там? Дефекты чем-докс. Чемские псы. Я помню эту фракцию. Вот, видите, я их поменял. И вот такие вот еще теперь. Это минометчики. Их я тоже помню. У меня уже есть видео, где я сражался против этих ренегатов. Я играл за востроянцев и за приатриянцев. Если вы не смотрели, тоже можете посмотреть. Я примерно помню состав войск этих ренегатов. У них вроде бы еще есть парни с тяжелым вооружением, вооруженные пулеметами. Очень эффективные против пехоты. И тех парней можно снарядить вроде бы лазганами. Сейчас посмотрим. Так, вот обычный. Сторонным глазом. Как раз под раскраску Нургла. Флаг похож на фарш. Серьезно, этот флаг очень похож на фарш. Как раз для Нургла. Он вооружен, заметьте, не лазганом. Это обычное ружье, стреляющее патронами. Это не болтер. Это либо... Это скорее всего какая-то винтовка, стреляющая пулями. Большинство... Ну, вернее, какая-то часть гвардейцев тоже используют такие винтовки. Которые стреляют пулями, а не лазганы. Так что ничего удивительного нет. Не все гвардейцы используют лазганы. Это не лазган, потому что здесь есть такой вот магазин. Видно, что отсюда вылетают гильзы. Либо не отсюда, либо с этой стороны. Но это не лазган. Похоже, конечно, на М-ку чем-то. Но это не она. Так, что еще у нас есть по этому юниту? Вот, вот про этих я говорил. Отряд тяжелого вооружения, который стреляет пулями. Это уже типа болтера. Стреляют реактивными болтами. Его можно снарядить в лазган. Они эффективны против пехоты, а потом будут эффективны против техники. Либо их можно в ракетомет снарядить. Я уже не помню. Вот, миномет. Эффективный против пехоты. Что еще? Вот лазган, про который я говорил. Ну, в принципе, все эти модельки сделаны неплохо. Довольно забавный флаг. Такой глаз. Только цифра 13 куда-то ушла. Очень далеко. Так, вот, грантометчики. Это что вообще? Это типа знак инквизиции. Только что-то странное это выглядит. И флаг. Череп. Ну, с тремя глазами. Ну, выглядит, конечно, красиво. Но как-то это странно смотрится. Инквизи... Ну, знак инквизиции. Немного обшарпанный. Такой покошенный. С каким-то знаком непонятным. И... Мистик пас. Я даже не знаю, как это... Как это связано? Этот знак и это. Это скорее к инквизиции относится, чем к этим. Либо это какой-то отряд инквизиции, который предал своего инквизитора и перешел на сторону тьмы. Так, что еще есть? Как видите, есть огнеметчики, гранатометчики. Кстати, я не знаю, это огнемет или... Да, это скорее огнемет. Это не может быть мельтаганом. Хотя вот здесь вот сам бак с топливом. Ну, просто у мельтагана круглое дуло. У огнемета оно вот такой вот формы. Давайте посмотрим уже следующих юнитов. Так, милития канон. Ой, милития чемпион, то есть канон. Канон это пушка. Милития чемпион это, я так понимаю, их главарь. Ну, в смысле, сержант. Анимация у него такая же, как у сержанта. У него есть ножик. У него есть ножик, фляжка. Вооружен он силовой пилой. И лаз-пистолетом. Если его изменить, он будет вооружен силовым кулаком, гранатами и уже боутером. То есть, видите, его можно улучшить до силового кулака. То есть, он будет более сильным в бою. Это что-то трехглазое предателей Атиллы. Предатели Атиллы. Кстати, как видите, у него еще меняется текстура лица. Он может быть в маске, может быть без маски. И оружие стреляющее еще меняется. Он может быть с лаз-маганом, может быть, просто с пистолетом. Ну, с лаз-пистолетом и может быть с этим с болтером. О! Опять же, инквизиция. И тут какой-то святой. Это как вообще? Как это относится к предателям? Я не понимаю. Чентригот. Это очень странно, как это относится к предателям. Как это вообще связано? Это же типа инквизиция. Ну, вы сами видите, это больше относится к фракции сёстры сражения, допустим, или охотники на ведьм. А тут инквизитор. Ну, просто чисто знак инквизиции, допустим, да? Или сестер сражения. Вот этот вот знак. И тут святой изображен. Я не знаю, как это может быть связано с ленингатами. Ну, в принципе... А, у него еще есть силовая сабля. Еще есть силовая сабля. Мне нравится то, что большинство юнитов меняются. То, что они не однообразные. Вот это вот и красит игру. Когда юниты все однообразные и выглядят, как... Как эти кодианцы. Одинаково снаряженные. И вот... Это уже неинтересно. Когда они выглядят по-разному, у них меняются текстурки, оружие и прочее. Вот это уже интересно. Следующий дисципл. Дисципл. Это уже усиленные юниты, похожие на... Касаркинов, я так понимаю. Это замена Касаркином. Вот он, заметьте, вооружен уже... Мельдаганом. Я так понимаю, потому что орудие кругленькое. С какой-то дополнительной подпиткой. И... Вот сам бак. Откуда выходит энергия. И он еще так держит его. Вот это и есть что-то типа Касаркинов. У этой расы ренегатов. Давайте заменим его. То есть поменяем цвет. Тут он вооружен огнеметом. Вот это огнемет. А там был Мельдаган. Там был Мельдаган. Вот. Вот в чем их разница Мельдагана и огнемета. О! Тут он сидит. Тут он вообще в сидячей позе. И вооружен он, заметьте, снайперской винтовкой. Когда юнит в сидячей позе, это значит снайперская винтовка. Это я уже запомнил по другим... По другим расам, которые назывались Пилитерианцы и Вастроянцы. Тем более у него этот прицел. То есть основное оружие этих юнитов дисциплов. Это снайперские винтовки. Они значит эффективны против пехоты. Но также им можно встучить Мельдаганы и они будут эффективны против техники. Но я так понимаю, другого оружия у них нет. Есть только Мельдаганы и... И... Все. А нет, вот еще какое-то оружие. Это просто обычное оружие. Обычный лазган. Усиленный лазган за счет дополнительной подпитки. За счет бака, который подпитывает этот лазган. Он более усиленный. Я так понимаю. Никаких гранатометов у них нет. Следующий юнит. Чемпион. Тоже с усиленным пистолетом. Усиленный лаз-пистолет. Что еще у него может быть кроме силовой пилы? Так. Все то же самое в принципе. Видимо его никак изменить нельзя. Он никак не меняется. А нет, у него может быть сабля. Господи, какая ужасная расцветка. Ну в принципе она арктическая. Я так понимаю, судя по камуфляжу. Но все равно как-то странно смотрится. Особенно синяя голова. Очень странно смотрится. Нет, у него может быть... Ну у него примерно то же самое оружие, что и у обычного чемпиона. Видимо тоже может быть силовой кулак. И плазменный пистолет. Давайте перейдем к следующим юнитам. Оглин, Берсер, Кер. Вот. Это оглины. Оглины у них выглядят вот так. Они сильно отличаются от оглинов имперской гвардии. Их оружие стрелковое оружие отсутствует. Зато их руки ну как бы вы сами видите они обрублены. Вместо кулаков у них цепные такие пилы которыми они сверлят режут своих противников и рубят. Они не могут стрелять. У них стрелковое оружие отсутствует. Зато они очень хороши в рукопашной. Этот юнит моделька этого юнита была собрана из разных моделек. Видимо из оглина. И еще из орков каких-то за счет тела и живота. За счет ботинок. Видимо тут текстурки от орка есть. От оглина тут скорее всего руки. А откуда сабли эти я что-то не знаю. Это видимо цепные мечи от хауситов я так понимаю сабли-то. Откуда наплечники тоже от орков я так понимаю. Ну в принципе это очень похоже на форжовую модельку оглина. Оглина предателя где он там еще с этими с гончими хаоса бежит на цепи. Только там у него в одной руке еще бур. Он бур такой сверлок которому сверлит своего противника а здесь бивни. Давайте перейдем к следующей модельке. Оглин берсеркер чемпион. Вот 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 про что я говорил оглин с бивнями еще а вот и бур вот да 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 вот про это я и говорил оглин с бивнями тут у него бур и тут у него какая-то силовая палец я так понимаю он вооружен не пилами а палец я даже не знаю как он бьет этой штукой этим он типа протыкает и сверлит врага а эти этой штукой делает размашистый такой удар сверху и бах в лепешку превращает противника это я так понимаю взято от обычных сектантов еретиков от хаоса вот эти вот шипы но выглядит очень красиво следующая моделька дэд бригадир бригадиры смерти первое что бросается в глаза это шлем шлем очень похож на капеллана космодесанта ну сразу видно что это голова космодесантника ну сам шлем только уменьшенный только уменьшенный вооружен может быть этот юнит мельтоганом плазменной пушкой и заметьте у него повсюду наклеены знаки хорна за спиной как видите на коленах вернее здесь на коленях на спине отсутствует на груди еще знак хаоса это видимо какой-то либо герой стреляющий либо какой-то особый юнит либо отряд бригадиры смерти не совсем понятно кто это еще он с гранатами гранатами видимо может кидаться но повсюду у него знаки хорна конечно немного странно смотрится это когда знак хорна допустим на так он также может быть вооружен снайперской винтовкой видимо это все-таки какой-то сержант какого-то отряда но насчет шлема капеллана это очень странно шлем капеллана как-то не сочетается но в основном это сделали из-за черепа из-за черепа его сюда добавили этот шлем ну и также этот знак хорна по идее никак не сочетается с расцветкой допустим с расцветкой нургла как-то смешно смотрится но в принципе моделька красивая так эндфорсер это я так понимаю герой он очень похож на на инквизитора на инквизитора который был в компании держал молоток божественный расщепитель в этой руке он очень похож на того инквизитора ну своим плащом по крайней мере это я так понимаю герой вооруженный болтером и огромным мечом двуручным мечом по идее в нашем мире этот меч считается двуручным но поскольку это вархаммер тут двуручные мечи можно и одной левой рукой держать да такие вот дела тут все зависит от пафоса можно ли изменить как-то эту модельку да нет она не меняется раз эта моделька не меняется значит это точно герой хотя стойте когда я играл я помню что эти юниты их было много и они бегали значит это не герой это что-то типа комиссара скорее всего это что-то типа комиссара то есть этого юнита можно купить например в главном здании или бараке и его можно будет присоединить к отряду ну это лишь мое предположение скорее всего это комиссар ну по крайней мере он одет как комиссар предатель ну похож же он на комиссара своим плащом похож он похож на комиссара предателя похож дважды как будто ведет гвардейцев предателей в атаку за счет болтера и мечом похож скорее всего это комиссар предатель тем более я помню что герой там немного по-другому выглядит выглядит герой у них немного по-другому коррупт преда ой предатор говорю претчер что это такое вот это псайкер это псайкер предатель у него типа копья у него не посох у него копье на которое он насаживает черепа и здесь еще такая печать хаоса с черепом вытянутым это типа какой-то череп демона или череп мутанта раз он так вытянут и граната огромная граната эта граната похожа на какую-то мельта гранату которую используют космодесантники заметьте у него одна рука железная видимо где-то ее уже ему отрубили он не первый раз участвует в боях либо его казнили казнили за то что он используется из псайкер способности и за это он решил предать кого-то так можно ли как-то его поменять нет текстурки у него только меняются вернее раскраска меняется а он остается точно таким же так значит это псайкер либо знаете это не псайкер это священник это может быть священник у имперской гвардии тот самый священник который добавляет жизни своему отряду я думаю вы понимаете о ком я который с бенцопилой ходит это может быть он но мне кажется что это скорее всего псайкер почему-то так мне кажется а нет вот роудж псайкер тут написано значит это все-таки священник а псайкер вот он в принципе псайкер выглядит точно так же правда он тут немного заплаканный более сопливый и заплаканный и у него обломанный посох у него сломанный посох значит все-таки это священник я в принципе название это не читаю притчер ну да тут написано коррупт притчер я тут читаю понимаете я читаю название на английском я не перевожу и еще такой гадаю это псайкер или это священник да вот такой вот я ну вот это псайкер а можно ли его заменить вдруг он изменится нет он не меняется никак меняется лишь расцветка это что чирумек как переводится чирумек я не знаю как переводится чирумек поэтому я не знаю кто это это видимо какой-то рабочий ну он очень похож на того рабочего который был в самом начале на еретика вот этого очень на него похож но это не он это какой-то другой юнит либо это герой которого можно нанять либо это улучшенный рабочий либо это рабочий которого можно нанять допустим во втором тилле тилле либо в третьем и он может строить какие-то дополнительные здания например турель улучшенную Ну, в худшем случае это герой Который может делать что-то еще Просто у него очень странное лицо И очень добрые глаза Напоминающие одного персонажа из Мультсериала Призрак в доспехах Там просто был такой герой, которого Которым поразило глаза Ему потом вставили такие линзы Я не помню, как зовут такого героя Блудкульт Ассасин О, классная моделька Такая вот девушка воинственная Воинственная девушка с двумя мечами С рогами и волосами Сразу видно, что у нее волосы превратились в какую-то кашу За счет того, что она часто купается в крови А можно ли ее как-то изменить? Нет, она остается прежней, я так понимаю Ну, моделька сделана из той Что есть у сестер битвы Это просто очевидно Мечи просто прекрасные Необычной формы мечи Рога и волосы тоже необычной формы В принципе, сделано очень красиво Сделано все это очень красиво Нагрудник точно от той девушки Так, следующая моделька Я так понимаю Жизней у нее будет не так уж и много Зато она будет Разить пехоту на повал Варлорд Вот я так понимаю Это герой Да, это герой Его я тоже помню Он бегал Бегал, дрался с нами В прошлых видео это есть Он там тоже присутствовал В прошлых видео, когда я играл за Я в астральянцев и в итальянцев Это вот такой вот герой У ренегатов Вооруженный мечом И плазменным пистолетом У него Броня, доспехи Очень похожи на доспехи Космодесанта Я так понимаю Это тоже силовой доспех Но упрощенный Упрощенный силовой доспех Силовой доспех Например, для инквизитора Для человека Но не для космодесантника У космодесантника Он более усиленный У него, видите Такие простые наплечники Похожие на На наплечники Которые присутствуют Под основными наплечниками У космодесанта Вот как они Допустим там у них Где там космодесант Вот как бы Видите Идет наплечник у космодесанта А у них по идее Под этим наплечником Еще один присутствует Который держит Этот наплечник Эту броню Вот там ещё, по идее, у них наплечник К которому крепится этот большой Вот я и говорю, что это очень похоже на него То есть, как бы У космодесанта идёт так Сначала такой маленький, и потом основной огромный идёт Вот такой Я надеюсь, вы знали это Если нет, то это для вас открытие Такой вот рогатый герой Что-то произошло с его ухом Ну, либо И с этим ухом что-то произошло Ему отрезали уши И тут такое место, как будто к нему будут Крепить провод Или какой-то трубочку Трубочку Или это место для Vox канала Ну, в принципе, красивая модель Я говорю красивая модель, потому что рассуждаю По текстурам Того времени Допустим, по времени 2006 года Всё-таки Тут текстуры того времени 2006 года, 2008 Так что Строго судить это не стоит Строго судить эту игру не стоит Я понимаю, что сейчас уже далеко не 2008 Восьмой, не 2010 Так что строго судить эту игру не стоит Химера ПМП Химера Тут такая рожица Сразу видно, что это демоническая машина Которая улыбается тебе, когда едет на тебя Улыбайся, или она сожрёт тебя Господи, это смешно Блин Заметьте У этой Химеры уже тут две пушки Ракетомёт Но ультрамалин так и не поменялся Эх Так, тут вот Лазерное орудие Ракетомёт остаётся прежним Ракетомёт остаётся прежним Тут Это непонятно Это пулемётные Тут болтеры Два просто болтера Я так понимаю Эту Химеру можно просто снарядить Либо Лазерным орудием Либо улучшить его до двух Спаренных болтеров В принципе неплохо Кстати, интересно А где Где здесь Эти турельки Из которых Будут стрелять солдаты Которых ты будешь сюда садить Эти турельки тут отсутствуют Ну, знаете, тут орудия торчат Вот у обычной Химеры, допустим Где там Имперская гвардия Вот Вот эти вот Они как бы здесь есть А у них Они отсутствуют У ленингатов Ну, по идее, они Вот, места-то для них есть Но они тут закрыты Интересно Если ренегатов Посадить в эту Химеру Будут ли они отсюда стрелять А сейчас она вообще Какая-то огнемётная Пушка у неё Какая-то огнемётная Либо кислотой стреляет Значит, её тоже Можно модифицировать Довольно интересно Так, давайте посмотрим Следующее Часовой Часового мы тоже видели Я в других видео Его показывал Вооружён он Очень странным лазером Очень странным Он светится, как будто Это плазменная пушка Ну, в принципе В принципе, неплохо Конечно, он сильно обвешан Этими знаками Жизней у него Вроде бы больше, чем У обычного Часового И атака вроде бы Посильнее Но всё равно Он фиговый Ну, выглядит Очень шикарно За счёт Вот этих вот знаков Выглядит он Очень шикарно Его вроде бы Тоже можно менять Вот это уже Это уже вроде бы Лазерная пушка Лазган Да, это уже Лазган То есть У него может быть Лазган Или у него Постоянно Лазган Что-то я понять не могу У него Постоянно Лазган Или у него Не постоянно Да, у него Короче Лазган У него Нет Лазерной пушки У него Лазган Я что-то спутал Это Не лазерная пушка То есть Необычный этот Лазерная штука Которым стреляют Гвардейцы Это просто Лазган Скорее всего Лазган Эффективный Против техники И зданий Следующий Блайт дрон Вот Блайт дрон Летающий дрон Который в основном Используют Нурглиты Блин Он конечно Конечно Он тут шикарно Показывается Примерно Такой же дрон Я обозревал В своем видео Которое Называется Шествие Нургла Правда Он там Совершенно Другой Там другая Модель Более Шикарно Сделана Там другие Двигатели Там другая Пушка Здесь как Видите Пушка Спаренная Она стреляет Скорее всего Как пулемет То есть Как сдвоенный Пулемет Как автоматическая Пушка Там же Пушка Стреляла Одним Выстрелом Но Наносила Много Урона И тут Фиговые Текстурки Там же Текстурки Были Более Красивыми И тут Двигатели Тут двигатели От самолета Да Там были Двигатели От этого Дрона Там были Нормальные Вот такие Круглые Двигатели С лопастями От дрона Здесь не совсем Такой дрон Который Каким он должен быть Но в принципе Сделано тоже неплохо Сделано тоже неплохо И здесь Я так понимаю Он сделан Как самолет Поскольку он летает Высоко Он сделан Как самолет А в другом Моге Который называется Эчо Оф Хереси По нему У меня тоже Есть обзор Называется он Шествие Нургла Этот дрон Летает над землей И стреляет Немного по другому Стелл танк Вот он Красавец Ползающий танк Напоминаю Что он Не может Драться В рукопашную В рукопашную Он драться Не может Еще раз Это скажу Хоть у него Есть клешни Хоть он Имеет что-то Общее С Осквернителем Как вы понимаете Он очень похож На осквернителя По крайней мере Ходовая система Та же самая Те же самые Скажем так Шагательные системы Хотелось бы конечно Чтобы у того Ползающего танка Были Такие же клешни Но они у него Отсутствуют У него Все что есть Это лишь Вот такие вот Клешни Но ими драться Он не может У него есть Огнемет И вот такой вот Пулеметчик сверху Такая вот Пулеметная башня Он может быть Только Как это сказать Даже В дальнем бою Но на ближней дистанции Благодаря огнемету Он выжигает пехоту На близком расстоянии Вот На дальней дистанции Он использует свои Вот эти вот Ну вот эти вот Две пушки Спаренные пушки Вот эту вот Пулеметную турель Против техники Он совершенно неэффективен Но зато Пехоту уничтожает На раз-два За счет огнемета И этой турели Выглядит он Шикарно Нравится он мне тем Что Он как-то Дополняет технику Это демонические машины И всякое такое Вот То чего не хватало В Вархаммере А сквернитель Это как такая Демоническая машина Которая Смотрится хорошо А этот танк Он как бы дополняет Я думаю Вы не понимаете Что я имею ввиду Он Ну вот Разнообразие В игру вносит Вносит разнообразие В игру Чем больше таких Необычных машин А то знаете В основном Дредноуты 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 Ну как-то Неинтересно Да А вот Хаосу Как раз Нужны Такие Демонические машины Вот Хаос Собственно На этом И держится Этим Он и отличается Допустим От космодесанта И имперской гвардии То что у него Необычные машины Необычные танки И проще Именно это Мне нравится Так Следующий Артиллерийская Установка Василиск Чем она Отличается Ну в принципе Ничем Лишь закрытый корпус Куча трупов На поверхности А так Все одинаково А так Все одинаково Корпус Закрыт Опять же Эта Штука Не знаю Она меня так смешит Из-за этой рожицы Это просто смешно Дуло Кстати Немного отличается Из-за Вот этого Из-за этой пасти Демонической Оно немного Отличается Оно больше похоже На дуло танка А не на дуло Василиска Но в принципе Очень красивая модель Обделанная шипами И Телами погибших Войнов Так Что еще Дестройер Уничтожитель Вот Уничтожителя Ты увидишь Не в каждом моде Это тоже Такая боевая машина Это не танк Танк Это боевая машина У которой Крутится башня Другие У кого башня Не крутится Танком Называть нельзя Это САУ Самоходная Артиллерийская Установка Если кто не знал Как переводится САУ То есть С пушкой Вот такой вот Огромной Которой Еще надо Уметь управлять Поскольку Крутится она Лишь за счет Того Как повернутся Гусеницы Башни То у него нет И он По идее Эффективен Против зданий И техники Я не знаю Чем он стреляет Снарядом Или же Лазером Огромным Плазменный залп У него может Какой-то Но скорее всего Снарядом Но в принципе Он должен Хорошо выносить Танки Технику И Здания Мне нравится То что В игре Есть такое Разнообразие Не чисто Лемон раса И прочее Лемон раса Есть и у орков И у имперской Гвардии А тут что-то новое У ленингатов Есть что-то новое Так Что еще Танк Лемон рас Ну Этот лемон рас Очень похож на Орочий Тем что он тоже Обвешен шипами И прочим Он тоже Никак не меняется У него лишь Значок хаоса И все Значок хаоса И все А так он Никак не меняется А нет Там ведь Орочий-то не покажет Там будет Просто танкетка Заметьте Почти на всей технике Присутствует Вот эта вот штука Штука Которая В основном Создана для того Чтобы разгребать Мины Она просто Мины разгребает Давая возможность Пехоте Которая следует За танком Смело Идти По идее Вот для этого Этот ковш И был создан Для этого Ковши на танке И делали Чтобы разгребать Дорогу Танк Карающий меч Ну что ж Посмотрим На Бейн Блейд Чем же он Отличается От Оригинала Ну Честно говоря Он сильно Отличается От Оригинала Ну во первых У него Мортира Немного Она Немного Потолще Немного Дальше Как-то Смотрится У обычного Вроде Мортира Вот здесь Вот Заканчивается В этом месте А у этого Она как-то Дальше Высовывается Что ли У этого Опять же Голова Дракона Присутствует На дуле Еще интересно Эта пушка У него Стреляет Или нет Вот эта Вот мелкая Но так В принципе Эти пулеметные Системы Тоже Стреляют Я уверен Это тоже Стреляет Это Стреляет Так в принципе Визуально Он никак Не отличается Практически Никак Я уверен У него Характеристики Те же Самые Но тоже Сделаны Красиво Следующий Махариус Вот он Опять же Махариус В другом Моге Новостроянских Первенцев Тоже был Махариус Только он Был Подан Немного По другому Там его Можно было Снаряжать Противопехотными Системами То есть Два таких Крутящихся Пулемета Которые Просто Выкашивали Пехоту Ну по идее Должны были Выкашивать Пехоту Но они Этого не Делали Здесь же Он сразу С такими Двумя Противотанковыми Пушками Кстати Кстати Еще здесь Пулемет Сверху Мне интересно Как они Вылазят Отсюда Тут Кругом Шипы Да Вот так Вот интересно Как они Вылазят Отсюда Как вы Видите Гусеничная Основа Чисто 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 Для Махариуса Она сильно Отличается От Бейнблейда У них Разная Ходовая Основа У этого Она более Сниженная И гусеница Более Толстая Видите Да У Махариуса Ходовая Система Гусеница Чуть Поуже Но они Выше Сделаны Чуть Выше У них Разная Ходовая Система Разная Ходовая Основа Вот Эта Турелька Я так Понимаю Тоже Стреляет И Тут Кстати Всего лишь Одна Тут Всего лишь Одна Пушка Тут Не Две Турели Тут Всего лишь Одна Ну В смысле Турель Я имею Тут Один Болтер Тут Они Не Сдвоенные Как Вот Допустим Здесь Я так Понимаю Это Танк Всего лишь Для того Чтобы Уничтожать Здание И Технику Ну В этой Игре Вряд ли Его можно Снарядить Противопехотным Дум Бластер Что Оу Оу Полегче Полегче Что я Говорил О Демонических Машинах Вот Они Демонические Машины Я даже Не знаю Артиллерия На ходовой Системе Бэйнблейда Ребята Вы меня Пугаете Я не Помню Есть ли Что-то Артиллерийское У империи На ходовой Системе Бэйнблейда Шторм Хаммер И Шэдоу Сворд Не в счет Наверное Шэдоу Сворд Не в счет Он же В основном Как Артиллерия Это издалека Стреляет Ну Дум Бластер Знать бы Еще чем Эта Хрень Стреляет Я Почему-то Думаю Оно Стреляет Как Звуковые Пушки Сла Нэш Ну не знаю Мне это В голову Сразу же Пришло Как я Это увидел Я просто Никогда Не слышал О таком Честно говоря Ну Не доводилось Мне слышать О этой Боевой машине Но вы А тут Знак Хорна Нет Если тут Знак Хорна Значит Оно Стреляет Огромными Шарами Такими Красными Фаерболами Скорее всего И И что она Делает Сразу Четыре Огненных Шара Вот Хочется узнать Чем это Пуляет И как Оно Пуляет Хочется Узнать Я так понимаю Это один Такой Большой Демон Который Сносит Все Просто Вот Интересно У него Заметят Тоже Есть Два Пулемета Здесь Два Пулемета Здесь Лазган Тут Лазган Тут То есть Если что Он еще На близкой Дистанции Может Стрелять Ему Не Нужна То есть Он Издали Стрелять Четырьмя Этими Пушками Вблизи Стреляет Этим Очень Даже Интересно Будет Посмотреть То есть Вы Понимаете Силу Этой Боевой Машины Он Издали Стреляет И на близкой Дистанции Может Расстрелять Из этих Лазганов Допустим Какой Нибудь Танк Или Какое Нибудь Здание Я не думаю Что он Вблизи Будет Подъезжать К зданиям Это ему Просто Не надо Плейдж Тавер А Ну я По названию Понял Что это Значит Это Башня На колесах От Нургла Это я Разумеется Уже видел В качестве Моделей В качестве Конверсий Очень много Присутствует Таких Моделей В Вархаммере Кто-то Делает Такие Модели Сам Да Много Таких Моделей Вообще Есть На основе Бэйн Блейда Ну на Такой Ходовой Системе Просто Лепят Кучу Всего Такие Вот Конверсии Получаются Типа Это Боевая Башня Нургла Мне Вот Еще Интересно Как Она Стреляет У Него Есть Мортира Есть Пушка Здесь Есть Пушка Здесь То есть Он Получается Из Трех Огромных Пушек Сразу Шмаляет Знак Очень Похож На Знак Скавинов Из Вархаммера ФБ Я Говорю То что Скавины Не в какой-то Степени Произошли От Нургла Поэтому У них Знаки Очень Похожи Я Так Понимаю Эти Пушки Возможно Стреляют Желчью Поскольку Тут Такие Топливные Баки Ну Представьте Это Огромный Такой Желчемет Типа Огнемет А только Желчемет Который Поливает Пехоту Желчью А Нет Вот Желчемет Вот Они Вот Они Здесь Классно А это Все Таки Пушки В общем Моя Задача Сейчас Моя Задача Снять Несколько Видосов И Разобраться Ну Первым Делом Что Сделать Протестировать Вот Эту Посмотреть Как Стреляет Она Потом Посмотреть Как Стреляет Эта Башня Насколько Она Эффективна И Против Всего Она Фиктивна Следующее Что я Сделаю Протестирую Естественно Махариус Ну И В конце Протестирую Карающий Меч Блин Вы Понимаете У этой Рассы Рассы Ренегатов Сразу Четыре Легендарные Боевые Машины Та ж Офигеть Плейдж Тавер Плейдж Тавер Дум Бластер Махариус Карающий Меч Офигеть То есть Они Просто По желанию Могут Заказать Одну Из них Главное Чтобы Реликтовая Точка Была Под рукой То есть Это По воле Случая Если У тебя Бьют Танки У тебя Проблема С танками Бери Махариус Он против Этого Эффективен Если У тебя Проблема С пехотой Бери Плейдж Тавер И Пускай Твоя Башня Танчит И поливает Врагов Желчью Если Ну Или Этот Бери Дум Бластер Он просто Всю пехоту Засыпает Своими Снарядами Ну Или По стандарту По стандарту Как это делает Имперская Гвардия Бери Карающий Меч И карай Всех Врагов Налево И направо Это Ж Классно Ну Что ж Вот Такие Вот Модельки Вот Такие Модельки У наших Ленингатов Предателей Что ж Теперь же Давайте Протестируем Насколько Хороши Они В игре Модельки Я вам Показал Теперь Давайте Посмотрим Как они Я сделаю Союзников Скорее всего Хаоситов А врагов Я сделаю Имперских Гвардейцев И космодесант Игра будет Либо 3 на 3 Либо 4 на 4 Ну Сейчас узнаем